В 1996 году компания Interplane не смогла выбить права на бренд Wasteland. Они решили сделать компанию Черный остров и свой личный Wasteland. 30 сентября 1997 года вышел первый Fallout. Сюжет игры начинается, когда в убежище 13 выходит из строя водяной чип. У главного героя есть 150 дней, чтобы его заменить. Главная фишка первого возрождения — это абсолютно открытый мир, где главный герой может делать всё и ничем не ограничен. Он может посещать любые города, вести осмысленные диалоги, в которых варианты ответов влияют на исход разговора. Истреблять всякую дичь на просторах пустошей. Он может быть защитником обездоленных или вообще конченой мразью. Всё зависит только от вас. Игра идёт в режиме реального времени. Бои пошаговые. Кто начал бой, ходит первым. В дальнейшем очерёдность хода определяется характеристикой порядок действия. В бою герой может делать что угодно. У каждого действия есть цена, она измеряется в очках действия. Количество очков зависит от характеристики агилы и талантов, которые вы берёте на уровне. На просторах СНГ о первом возрождении вообще никто не знал и никогда бы не узнал. Но! Война. Война никогда не меняется. Наступил конец света, как мы и предсказывали. Слишком много людей. Слишком мало пространства и ресурсов. В 1998 году выходит вторая часть. Сюжет игры происходит спустя 80 лет после первой части. Избранный должен спасти свою деревню и найти гек. Движок второго возрождения почти не изменился, а игровой мир стал больше. В игре много городов, но нет двух похожих друг на друга. Каждый город уникален. Кламет. Умирающий город. Дыра. Город работорговцев. Рейдинг. Шахтёрский город. Ньюрино. Город греха. Гангстеры. Казино. Наркотики. Шлюхи. Все остальные города такие же уникальные. В игре шикарные саундтреки, они будто гипнотизируют игрока и погружают в мир пустоши. Для полного прохождения игры нужно более 100 часов, хотя игру абсолютно полностью пройти невозможно. Даже на 10 прохождении игроки находят что-то новое, чего раньше не замечали. Также есть возможность пройти и первое и второе возрождение за 20 минут. Еще одна особенность обеих частей. Игру можно пройти никого не убивая, а еще во второй части можно убивать детей, и вашими портретами с обещанием награды будут расклеены города. Официально в СНГ игра не издавалась до 6 года, но неофициально были переводы от Фаргус и левой корпорации. После прохождения второй части игроки начинали искать первую часть, и все остальное с пометкой «От создателей возрождения». В 1999 году выходит игра Planescape Torment. Игра базируется на настольной ролевой игре Planescape в жанре Dungeons & Dragons. Главный герой безымянный, бессмертный, который прожил много жизней, но ничего не помнит о них. Он даже не помнит своего имени. Задача игрока узнать прошлое безымянного и почему он не может умереть. Во время путешествия вы будете находить спутников, которые знали вас до потери памяти. С ними можно разговаривать, и они сами часто что-то говорят вам. В игре много черного юмора и веселое отношение к смерти. Главное – это идеальный сюжет. Диалоги и характеры персонажей. Это не игра, это книга, которую приятно читать. В 2007 году вышло переиздание с обновленной графикой, исправленными багами и высоким разрешением. В 2000 году выходит Icewind Dale. Действие происходит в Долине Ледяного Ветра в Забытых Королевствах. Забытое Королевство – это игровой мир для ролевой игры Dungeons & Dragons. Игра больше ориентирована на бой, чем на социальные отношения. Игрок создает партию из шести человек и начинает путешествие. По сюжету команда из-за лавины оказывается заперта в Долине Ледяного Ветра. Выполняя поручения архидруида Рундела, вы будете исследовать Долину. Герои окажутся втянуты в войну между Тонарией и Юанти, будут воевать против убийств Дроу и уничтожат кучу живностей в Долине. В 2001 году выходит дополнение Сердца Зимы, где вам предстоит спасти 10 городов от гнева восставшего героя Вульфдена. Позже вышло дополнение к этому дополнению. В 2002 году выходит вторая часть Icewind Dale. Действие происходит 30 лет спустя после первой части. В 2014 году выходит переиздание первой части в комплекте с дополнениями. Также были разговоры о переиздании второй части игры, но из-за потерянного исходного кода разговоры остались разговорами. В 2003 году выходит игра Lionheart Legacy of the Crusader. Игра построена на альтернативной истории 16 века. Из-за ослабления границ миров много духов сумело проникнуть в наш мир. У них не было своего тела и им пришлось искать носителей в нашем мире. Один из носителей наш герой. В игре можно встретить много исторических личностей. Да Винчи, Шекспир, Настрадамус, Призрак, Жанны Дарк и многих других. Критики поставили игре очень низкие оценки. Геймерам игра тоже не очень понравилась. По правде говоря, она действительно была скучной. 9 декабря 2003 года компания Interplay официально закрыла компанию Черный остров. Многие работники компании перешли в Obsidian 3 game CBA. Крис Авалон, геймдизайнер, один из создателей Возрождения, становится одним из учредителей компании Obsidian. Тим Кейн, геймдизайнер, один из создателей игры Возрождения, в 2011 году вступил в Obsidian на должность ведущего программиста. Крис Авалон и Тим Кейн работали над созданием игры Pillars of Eternity.